Девушки отдыхают Наномантра, закодированная в современном электронном звучании И вообще все это вместе, так сказать, музыкальная медитация Я предлагаю сейчас послушать, чтобы был предмет для разговора Это будет лучший показатель действенности наномантры Окей, как она называется песня, композиция, трек? Что-нибудь, чтобы отразить максимально вашу наномантра? Композиция называется Alien Приурочная, как к выходу фильма? В смысле чужой, к приквелу Это они приурочились, скорее всего, к нашему Хорошо, Милуша Дрожжи, Ридли Скотт Наномантра, наномантра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! А что означает «не уши вообще?» Что это значит «не уши?» На самом деле ничего особенного это не означает, это фонетика, просто фонетика. А тексты ваши, они тоже, так сказать, это некие фонемы или это осмысленные тексты? Нет, это, конечно, осмысленные тексты, хотя они тоже красивые, фонетические. Ну, вы же поёте по-английски, очевидно, не чтобы донести как можно большему количеству ваших слушателей, предполагая, что они, наверное, русскоязычные, какую-то мысль, а что просто некое количество возбуждающих нано-звуков до ушей, так ведь? Нет, в каждом треке есть довольно скрытый подтекст. Ну, вы кого здесь поёте? Вот мы сидим Лёша, Толя и Ксения. Какие у вас основания полагают, что мы поймём? Я немецкий учу. Там «one more chance» или как там? А, в этом плане да. Ну, вообще, кто знает английский, те поймут, о чём. А кто не знает? Пускай слова. А кто не знает, те... Тому Константину, как это называется? Музыка всё донесёт. Стасу Михайлову. А музыка всё донесёт-таки? Да. То есть у вас такой хлебниковский подход, Велимирска? Ну, миушинский. Ну, или так, ладно, миушинский. Кому интересно, пускай узнают. Хорошо. А скажите, пожалуйста, коли вы всё-таки на английском поёте, как правило, люди исходят не из, так сказать, абстрактной фонетичной красивости языка и удобности, есть такая теория спорная для пения, а, видимо, вы, так сказать, осваиваете рынки. Ну, с прицелом на запад или просто, не знаю, такой какой-то маркетингово-популистский ход. Ну, вы знаете, на западе любят, что мы делаем. Нет, мы не спорим. Насколько любят? Если в цифрах это выразить. Начинают любить, я не могу сказать. Сколько человек? Ну, 12. Ну, по 13. Ну, столько, примерно, сколько наций. Ну, откуда вы знаете, что значит любят? Ну, скажите, правда, интересно. Фидбэк из интернета пишут. В интернете много пишут англоязычные люди. А, кстати, по поводу интернета, у вас последние новости на сайте и в блоге датируются весной, по-моему, прошлого года. У вас какая-то такая неактивная интернет-деятельность? Просто происходит в Фейсбуке в основном, в Фейсбуке, в социальной сети, да, потому что... Сайт и блог, по-вашему, уже... С этим заразились, да? Да, 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 гораздо живее. Фейсбуки, фейсбуки. Ну, сайт — это просто как некая картинка, визитная карточка, да. А последние новости можно узнать из соцсетей. Скажите, пожалуйста, вот вы случайно нет ощущения, что вы ведете себя как обрезанный экспонент с показателем минус 1,53 сотых? Еще бы не знали, что это означает. Ну, никто не знает. Нет, мы знаем, мы знаем, мы знаем. Просто ученые из Австрии и Швейцарии опровергли, ну, как они подумали, опровергли вот этим вот заумным псевдоутверждением, опровергли мнение о том, что общение в интернете отличается от общения в реальной жизни. И они сказали, что на самом деле мы все изучили, вот я дословно цитирую, мы все изучили, и вообще-то это самообщение, оно как обрезанный экспонент с показателем минус 1,53 сотых. Что это значит? Для вас общение в интернете, оно эквивалентное общению в жизни? Нет, конечно. Вот. Понимаешь? Ну, к сожалению, там... Где ты торчишь, а? Я в группе ми-ми-ми-ми-ми-ми. Один из способов просто сообщения. Какой-то обрезанный он сообщению. Да? Да, один в интернете, другой. Нет, я у вас на сайте. Я просто хочу, вернее, на сайте, оно в группе в Facebook. Так мы же здесь, зачем сайт? А мне интересно, что пишут вам люди, на что вы им не отвечаете. Окей, окей. Покажите крупно этого несчастного, покажите. Вот на этом лице мы сейчас прервемся ненадолго, а потом вернемся к Блицу. Сегодня, друзья, на радость вам, поклонникам Moaning, Tuxedo, Revivaling, Energy Acid Rookie, Steady Beat. In Outbox Mix Music Version. Yep. Группа Миуша. Группа Миуша или проект Миуша, как правильно называется? Проект Миуша. Группа. Окей, время короткого, емкого, хлесткого Блица. Готовы, друзья? Да, это хороший жест. Ксюш, хочешь с тебя? Прямо вот таком, хочешь? Давай я начну. Давай. Сколько ударов в минуту? Средний ритм вашего творчества. Паранализирует последние 12 треков. Сколько? 125. 125. Казантип это круто или отстой? Круто. Пальцем. Ремиксы или ремейки? Ремиксы. YouTube или Music Channels? YouTube. Винил или компьютер? Все. Кто работает в вашем жанре круче вас? Мы мультижанровая группа. Группа Little Dragon. Наша или не наша? Это, по-моему, Англия, Великобритания. Тогда ладно. Тогда пусть. Если не Россия, то... Украина. Таиланд. Таиланд. Вот разнесло. Разнесло. Фомировали. Не дай бог. Дмитрий Играчев это кто? Без понятия. Вы что, ребят? Выключайте нафиг все это. Вы что? Друзья. Это вы серьезно, что ли, сейчас? Митя Играчев. Режиссер фильма «Невеста» любой ценой. И свадьба по обмену. А я только недавно в группе. Красавчик. А мне было написано. Давай. Закончите фразу товарища Жданова. Музыка это... Все. Фразу Жданова. То, что можно... Петь. Вот молодец, Натан. Историк. Чую. Я всегда историком. Так. И знаете, что сделаем? Давайте насвистите или напойте, как мы так... Легко. Свой главный хит. Что так это было? Out of mind, out of mind, you feel my best life. Ну, это... А потом свистеть попросить? Ну, или напеть. Дома так не напоешь. Нет. В душе, да, в душе сложно. Друзья, группа «Миуша», когда у вас ближайший концерт в Москве? Где вас можно увидеть живьем? 18 мая в клубе «16 тонн». Вот прямо сейчас скоро. Ну, это будет такой ночной концерт. Начало в 0 часов. В 0 часов. Да. Хорошо, все, пойдем. Слушай, мы как приложение какое-то, видео в 16 тонн. Нормально, нормально. Нет, вы бессловно прохожете. Миуша, окей, песня с названием... Вот как раз, которую я сейчас напела. Как раз, которую я напела. Мы испаем, да. Ну, на самом деле, я хочу сказать еще, что это не совсем традиционное для нас звучание. То есть, мы в 16 тонн будем выступать не таким составом. То есть... Как будто любой состав. Поехали. Специально приготовленная версия для сегодняшней передачи. Вообще, ну, все, да. Окей. Моунинг, такседу, ревайвлинг, роки стейли. Моунинг, 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 роки стейли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА